И как бы ни была, она пуста. Живи, ищи еще креста. Не создана познанием любви. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире очередная передача «Точка опоры». Божье благословение да пребудет со всеми вами! Вы продолжаете задавать свои вопросы. И очень много вопросов по теме. Отец Григорий, как обрести точку опоры, если я болею? Есть ли у меня много болезней? Есть ли я тяжело больной? Исходя из таких вопросов, можно сказать, что человек спрашивает, является ли болезнь препятствием для обретения точки опоры? Дорогие братья и сестры, тема сегодняшней передачи так и называется «Болезнь как точка опоры». Ну, согласитесь, что если бы современному человеку в современном нравственно-духовном состоянии дать крепкое здоровье и материальное благополучие, вероятность его приближения к Богу повысилась бы или уменьшилась бы до беспредела? Конечно же, уменьшилась бы. Мы знаем, что многие люди именно после того, когда заболели тяжелыми заболеваниями и пришли к Богу. Именно когда мы преодолеваем трудности, преодолеваем стрессы, мы радуемся максимально. А можно ли сказать, что болезнь является мощейшим стрессом для человека? Можно ли сказать, что именно болезнь повышает у нас чувство приближения конца? Когда мы начинаем задумываться о вечных ценностях, о том, что мы не бессмертны, и что через какое-то время нам придется дать отчет перед Господом нашим Иисусом Христом. Именно болезнь включает наши духовные силы. Именно болезнь нередко впервые приводит нас в храм. Несомненно, если болезнь приводит человека в храм, она является важнейшей точкой опоры для такого человека. Вот если взять всех прихожан храма и провести опрос, какой процент людей пришел в храм от веры, любви и надежды? Я думаю, это будет очень маленький процент. А какой пришел процент людей в храм от болезней, от стрессов, от скорбей? Это будет высокий процент. Господь всех болящих призывает в свою лечебницу. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго моё на себя, ибо я кроток и смирен есть. Замените иго своих человеческих забот, иго человеческой бесконечной суеты, игом божественных заповедей, игом евангельского служения. Конечно, несомненно, для нас болезнь является важнейшей точкой опоры. Конечно, не всякий больной человек приходит к Богу. Понятно, что вследствие болезни можно и отойти от Бога. Но человек православный, крещеный, стремящийся к правде, к истине, стремящийся жить, как у Христа за пазухой, обязательно придет в лечебницу. В лечебницу, в которой он получит исцеление Духа, Души и Тела. Вы помните, когда Господь выступал с евангельской проповедью, собиралось очень много людей, и все стремились прикоснуться к Нему, и прикасающиеся исцелялись, так как от Него исходила сила. Значит, можно сказать, что люди пришли ко Христу для исцеления. Многие люди. Первохристиане, о которых постоянно говорится в Евангелии. И прикасаясь ко Христу, исцелялись. Тоже остается и у нас с вами. Кто нам может помешать прийти ко Христу? Прийти в Его лечебницу, в Храм Божий, и прикоснуться к Нему на таинстве святой исповеди и на таинстве святого причастия. Принимая тело кровь Христа. Можем ли мы сказать, что воистину, когда мы принимаем тело кровь Христа, мы прикасаемся ко Христу? «Христос нас исцеляет по Своему Слову. Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Но иногда люди в своих обращениях говорят, но ведь есть болезни психические, болезни духовные. Может ли психическая болезнь быть точкой опоры? Например, может ли быть точкой опоры невроз, психоз или шизофрения или маниакально-депрессивный психоз? Вы знаете, причины происхождения многих психических заболеваний до конца неизвестны современным врачам. Эта тема продолжает изучаться. И новое открытие дает нам надежду, что наступит время, когда мы очень многое поймем. То лечение, которое проводится сейчас, оно тоже помогает очень многим людям. Но во многом оно проводится интуитивно, по врачебной интуиции, на ощупь, по общепринятым нормам и правилам медицинского мира. Какие же могут быть положительные стороны в психическом заболевании? Вы знаете, вот по моему опыту есть такие тонкие души, которым трудно соприкосновение с современным миром. И, по-видимому, любящий Отец Господь попускает им жить в своем мире. В мире своей болезни, которая может приблизить Чика к Богу или удалить его от Бога. Не то безумие страшно, которое называется болезнью, а то безумие страшно, которое называется атеизмом. То безумие страшно, которое называется сожженной совестью. Лично я считаю, что многие психически больные люди, когда они принимают медикаментозное лечение, назначенное врачом, и регулярно причащаются минимум один раз в неделю, они достигают высокого духовного состояния. они живут у Христа за пазухой. Поэтому, подводя итог тому, что я сказал, лично я считаю, что любая болезнь, равно как любой стресс, может быть точкой опоры. А про психические болезни хорошо сказал Дон Тихот Ламанческий, рыцарь печального образа в романе Сервантеса «Дон Тихот». Когда окружающие люди, видя, что он с копьем бросается на ветряные мельницы, сказали ему, ты безумен, ты борешься с ветряными мельницами. А он им сказал, я не безумен, это не мельницы, это то зло мира, которое вы не видите, и добавил от себя. Самое страшное в мире безумие видеть мир таким, каким он есть, а не видеть его таким, каким он мог бы стать. Так что все православные люди, которые живут в этом мире, как у Христа за пазухой, своего рода юродивые и безумцы. Они верят в невидимый мир, они верят в Христа распятого, для эллинов безумие, для иудеев искушение, для нас же спасение. Ответы на ваши вопросы я продолжу в наших следующих передачах. Божье благословение да пребудет со всеми вами! Один пожар И тот в твоей крови Как дар, Как свет И больше Ничего Здесь нет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok